Здравствуйте! С вами психолог-растановщик Наиля Берарова и наш проект «Сила рода» — рубрика о влиянии рода на нашу судьбу. У всех случались истории и ситуации, когда человек находился в состоянии внутреннего конфликта с самим собой. Например, женщину выдали замуж за состоятельного человека, а она была влюблена в другого, менее успешного. В таких случаях возникает конфликт и несогласие именно с собой, потому что любой внешний конфликт отражает то, что происходит у нас внутри. Если на работе с кем-то возникают разногласия, то это всегда зеркалит либо наши личные непрожитые чувства, либо чувства наших предков. Как разрешать конфликты грамотно? Рациональная конфликтология всегда заканчивается ни компромиссом, ни спором, ни переходом на личности, ни ссорой, а дипломатически. Когда оба смогли договориться и каждый принял позицию «победил-победил», поблагодарив за этот опыт друг друга, тогда это развитие. Однако тут есть несколько важных моментов. Первое. Не хитрить и не перекладывать ответственность за причины на свой род и предков. Второе. Не обвинять и не оскорблять оппонента в конфликте, потому что при построении взаимоотношений с кем-либо обязательно нужно сообщать партнеру о своих мыслях, переживаниях, чувствах и желаниях. Например, я сейчас чувствую себя вот так-то, или я хотел бы вот этого, или мне было бы приятно, если... В любом конфликте всегда следует исходить из позиции, что причина всего происходящего в моей жизни, в том числе в этой ситуации, только я. И именно я источник, и в этом мой опыт и урок. Только тогда человек может дипломатично вести переговоры и выводить все процессы на новый уровень. Это касается и дружеских отношений, и отношений между супругами, и даже партнерско-рабочих. Итак, практика. Уединитесь и пропишите все, что вас не устраивает в конфликтной ситуации. Все обиды, претензии, упреки. А далее замените имя оппонента на свое. Обращение должно идти от вашего лица. Извлеките из этого нужные смыслы. В этом и есть рост. Прожитые чувства в написанном помогут урегулировать внешние конфликты. Попробуйте, а главное, не забудьте насладиться самим процессом. С вами была Наиля Берарова и наш проект «Сила рода». До новых встреч!